Результаты голосования активно обсуждают и в Европе, естественно, и даже поздравляют Эммануэля Макрона, несмотря на то, что тур только первый, да и отрыв минимальный. О европейских рефлексиях подробнее расскажет Татьяна Лагунова. Европа с облегчением вздохнула. Именно так можно описать реакцию европейских политиков на результаты голосования во Франции. В Германии, например, традиционно осторожные немецкие политики уже называют Эммануэля Макрона без пяти минут президентом и шлют в Париж поздравления. Одним из первых это сделал главный дипломат страны Зигмар Габриэль. Этот результат очень важен для Франции, потому что у Макрона есть желание и силы вывести страну из литургии. Без этой большой европейской нации невозможно построить Европу. Мы совершенно правы, что поддерживаем Макрона. Тем самым мы предотвращаем попытки антиевропейцев во главе с Мари Лепен ввергнуть Европу в еще больший кризис. Не скрывают своих симпатий топовые немецкие политики, которые уже этой осенью поборются за кресло канцлера. Пресс-секретарь Ангелы Меркель явно с одобрения своей начальницы в Твиттере пожелал Макрону удачи во втором туре. А ее главный конкурент и бывший президент Европарламента Мартин Шульц сделал это лично, не забыв напомнить и о себе. Я рад, что Эммануэль Макрон, с которым я много лет вместе работал, лидирует. Он убедительно выиграет во втором туре. И мы, он как президент Франции, а я как канцлер Германии, приступим к реформированию ЕС на основе сотрудничества между нашими странами. Есть реакция и официального Брюсселя, ничего неожиданного. Там тоже рады за Макрона. Вчера вечером президент Еврокомиссии Юнкер поздравил Макрона с результатами голосования. Речь шла о выборе между защитой того, что представляет собой Европа, и другим вариантом, цель которого Европу разрушить. Это простой выбор. Как я написала в Твиттере, соседство флагов Франции и ЕС – это надежда для поколения. Для меня это подтверждение, что идентичность народа, идентичность человека может быть французской и европейской одновременно. И также думает большая часть моего поколения и поколения Эммануэля. Тишину и, как оказалось, еще и Макрона любят и деньги. По крайней мере, единая европейская валюта. После оглашения результатов первого тура, курс евро по отношению к доллару резко пошел вверх. И уже достиг максимальной отметки за последние пять месяцев. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности. Европейское. Бюро телеканала Интер.